Дорогой мой Тит, вот мы и вернулись в Кесарию. Ежедневно я любуюсь морем и пытаюсь представить Рим, тебя, дом нашего детства и парк с тысячей кипарисов, как вы целые невредимые ждете меня. Не подумай, что я ищу оправдание тому, что не писал тебе несколько недель. У меня нет оправданий, но будь уверен, дорогой мой братец, что я люблю тебя не меньше, а, быть может, больше, чем прежде. Однако необходимость ежедневной переписки отпала. Я понял, что адресовал эти письма прежде всего самому себе. Ты ведь отвечал редко и лаконично. В каждом письме я проверял себя, остался ли я римлянином. Я посылал свои мысли на родную землю, чтобы упрочить корни, выкрикнуть, что я не отсюда, не из Палестины. Я говорил с тобой, и потому что ты дорог мне, потому что ты мой брат, мое отражение, мое лицо, мой двойник на римской фреске сегодня, все это мне представляется суетой сует. Какая разница, где быть, здесь или там, и возможно ли это. Любить родину, ее особенности означает привязаться к мелочам, держаться за свою землю, значит, ползать по ней. А я хочу выпрямиться. Отныне меня интересует в людях не то, что в них есть римского, греческого или египетского, а то, что есть в них прекрасного, щедрого, праведного. То, что они могут изобрести, чтобы сделать наш мир лучший для обитания. Пока я справляюсь со своими служебными обязанностями. Я обеспечиваю порядок. Я угрожаю, я наблюдаю, я наказываю. Но сразу после рождения ребенка мы вернемся в Рим. Я сам хочу рассказать Тиверию о том, что здесь произошло. Старая раскрашенная кукла вряд ли станет меня слушать. Императору уже давно не нравилось, как я исполняю свою роль прокуратора. Он запрещал все мои нововведения. Он будет шипеть от презрения, когда я перескажу ему историю Иисуса. Клавдия убеждена, что он снимет меня с моего поста. И хотя некогда способствовала с помощью своих связей моему назначению, теперь ей абсолютно все равно, какое решение примет император. Ее чрево округляется. Мы говорим об Иисусе. Она смотрит в будущее безмятежно. Признаюсь, я далек от того, чтобы разделять ее спокойствие. Я не могу постоянно жить в том состоянии, которое испытал на горе Фавор. В конце концов, что я видел – ничего. Что я понял – ничего. Я встречался с Иисусом один раз. Но можно ли назвать это встречей? Встреча – это что-то решающее, дверь в новое, перелом, печать вечности, рождения прошлого и будущего. При такой трактовке я с Иисусом не встречался. В тот день ко мне привели узника. Тысячи раз пережитая ситуация. Распорядитель казни я мог согласиться со смертным приговором религиозного суда или отменить его. Тысячи раз пережитая ситуация. Судьи сочли его виновным. Обвиняемый утверждал, что невиновен. Тысячи раз пережитая ситуация. Как я посмотрел на него, изучил ли его черты, зачем мне надо было особо вглядываться в него. Я – римский чиновник. Решение его судьбы было одной из моих задач. Во имя чего я должен был обращать особое внимание на этот банальный, рутинный, повседневный случай. Иисус играл свою роль, я – свою. Мы никогда не видим других такими, каковы они есть. Мы довольствуемся видением, раздробленным, ограниченным, затуманенным сиюминутными заботами. Мы пытаемся играть свою роль в человеческой комедии, всего лишь свою роль. А это уже трудно. И цепляемся за свой текст, за ситуацию. В ту ночь мы были двумя актерами. Иисус играл роль жертвы судебной ошибки, а я, Пилат, играл римского прокуратора справедливого и беспристрастного. Ты – царь иудейский? От себя ли говоришь это, или другие сказали тебе обо мне? Разве я, иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне? Что ты сделал? Царство мое не от мира сего. Он выглядел печальным, в его голосе сквозила горечь, словно его опустошило понимание своего провала. Но он собрался и с новой силой возразил мне. Итак, ты царь? Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Ныне царство мое не отсюда, но те, кто жаждет истины, слушают мои слова. Что есть истина? Я произнес эти слова небрежно, словно пожал плечами, дабы отделаться от непрошенного гостя. Что такое истина? Есть твоя истина, есть моя истина, есть истина всех остальных, как добрый римлянин, воспитанный на греческом скептицизме, я все считал относительным. Любая истина, есть истина для того, кто ее высказывает. И есть столько истин, сколько есть людей. Только сила навязывает истину, а в силе нет ничего разумного. Она принуждает с помощью оружия, мечом, битвой, убийством, пыткой, шантажом, страхом, корыстью. Она заставляет умы временно сойтись во мнениях. Истина в единственном числе – это победа над противником, в лучшем случае – перемирие. Что такое истина? Я произнес эти слова для себя, а не для осужденного. Я успокоился. Но к моему величайшему удивлению этот еврей услышал меня и вздрогнул. Я удивился. Этот человек страдал за меня. Обычно фанатики давят сомнения собеседника гневным утверждением своей веры. Иисус напротив искренне ждал моего ответа. Казалось, он понимал, что верить не означает знать. Казалось, он испугался, что я пошел по ложному пути. Он полагал, что я принимаю его за озаренного безумца. Потом он совладал с дрожью, собрал все силы, выдержал мой взгляд и медленно произнес. Действительно, что такое истина? Он вернул вопрос мне. И как при возврате меча теперь дрожал я, ощутив тяжесть вопроса, и тоже испугался. Нет, я не был хранителем истины. У меня была только власть. Нелепая власть решать, что такое добро и что такое зло. Избыточная власть над жизнью и смертью. Гнусная власть. Воцарилось молчание. Мяч лежал между нами. Мы молчали. Молчание говорило вместо нас. Мы слышали тысячи слов быстрых, смутных, взволнованных, неясных. И молчание, как ни странно, говорило мне обо мне. Что ты делаешь здесь? Спрашивало меня молчание. Кто дал тебе право распоряжаться чужими жизнями? Кто направляет тебя в принятие решений? Я ощутил огромную усталость. Это не была усталость, это власть. Эту усталость я хорошо знал. Она исчезает после хорошего отдыха. Это была подлая усталость, которая медленно и исподволь отравляла тело, притупляя его реакции. Это была усталость от абсурдности власти. Чего у меня было больше, чем у этого нищего еврея? Стратегического ума, римского происхождения, должности, давшей мне власть и оружие, и многое другое. Но имела ли все это ценность? Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот как переделал еврей мой вопрос об истине. Что есть высшая истина, за что стоит сражаться? Стоит умереть или остаться жить? Действительно, а что есть в мире стоящего? Чем сильнее разрасталась тишина, тем более одиноким я себя чувствовал и подавленным. Но, как ни странно, было что-то завораживающее в подобном состоянии парения. Я был свободен, вернее, освобожден от верик связей, цепей, глубокие следы, которых я ощущал на коже, но это не были оковы рабства, это были оковы власти. И с долгой задумчивости меня выверли нетерпеливые крики священнослужителей за дверью. И я попытался спасти Иисуса. Итак, что я видел? ничего. Что я понял? Ничего. Но теперь знал, что кое-что может ускользать от моего понимания в деле Иисуса. Я весь последний месяц пытался спасти свой разум, спасти во что бы то ни стало от тайны, спасти разум даже ценой безумия. Я проиграл и понял, что существует непознаваемое. Это сделало меня менее самолюбивым. Я смирился со своим невежеством. Я утерял уверенность. Уверенность в управлении собственной жизнью. Уверенность в понимании мирового порядка и людей. Ну, что я выиграл? Я часто жалуюсь Клавдии, что был римлянином знающим, а стал римлянином сомневающимся. Она рассмеялась. Она хлопала в ладоши, словно я представлял ей жонглерский номер. Сомневаться и верить одно и то же Пилат. Безбожно только равнодушие. Я противлюсь тому, чтобы она сделала из меня последователя Иисуса. Прежде всего, это запрещено моими функциями. Мои политические союзники, священники храма под руководством Гаиафы с яростью восстают против новой веры и охотятся за учениками, за Никодимами, за Иосифами из Аримафеи, за Хузами, даже за беднягой Симоном из Кирены, прохожим низшим крест. И кроме того, у меня накопилось множество вопросов, но не сложилось определенного мнения. Помнишь любимую Максиму Кратериоса? Никогда не верь в то, во что расположен верить. Во время наших дискуссий из Клавдии, я часто цитирую нашего учителя. Ты хотела поверить в то, что говорил Иисус Клавдия, даже до того, как он доказал, что был посланцем своего Бога. Естественно. И желаю верить, что доброта бесценна, что любовь должна преодолевать любые предубеждения. что богатство вовсе не то, к чему надо безудержно стремиться. Что жизнь имеет смысл и что смерти не следует бояться. Если ты нуждаешься в вере, ты только удовлетворяешь свою потребность в ней, ты не не обретаешь критериев истины. Что такое критерий истины? Тревога, неудовлетворенность. По-твоему, надо верить лишь в то, что нас угнетает и ведет к отчаянию? Я этому не говорил. А вот видишь, ни удовольствие, ни его отсутствие не могут служить критериями истины. Не надо ни рассуждать, ни знать. Достаточно верить Пилат. Верить. Эта вера требует слишком большого напряжения. Пока она не создала никакого культа по подобию греческих или римских ритуалов, но поднимая человеческий дух на всепоглощающий труд. Именно поэтому мне кажется, что у нее нет будущего. Я часто объяснял это Клавдии. Прежде всего, эта религия родилась в неподходящем месте. Палестина приютила крохотный народ, не имеющий значения и влияния в сегодняшнем мире. К тому же Иисус учил лишь неграмотных. Он выбрал в ученики суровых рыбаков Тиверятского озера, которые, кроме Иоанна, говорили лишь на арамейском. Едва знали еврейский и очень плохо греческий. Во что превратится его история, когда умрут последние свидетели. Он ничего не написал, кроме того, как на песке и на воде. Не написал ничего ни он, ни его ученики. И, наконец, главной его слабостью было то, что он слишком быстро ушел. Он не использовал время, чтобы убедить достаточное количество людей, а главное людей влиятельных. Почему он не посетил Афины или Рим? Почему он предпочел покинуть землю? Если он действительно сын Бога, как утверждает, почему он не захотел остаться с нами навечно и этим убедить нас и помочь нам жить в истине, если бы он вечно оставался на земле, никто не подверг бы сомнению его послания. Мои логические построения неизменно вызывают смех Клавдии. Она утверждает, что Иисусу не было никакого смысла проводить жизнь здесь. Вполне достаточно, что он пришел один раз, ибо он не должен предъявлять слишком много доказательств. Если он будет появляться постоянно, то будет давить на людей, заставляя их простираться перед ним. А он освобождает человека. Он оставляет нам возможность верить верить или не верить. Можно ли заставить примкнуть к остальным силой? Можно ли заставить любить? каждый должен сам располагать с собой, соглашаться на веру, как на любовь. Иисус уважает людей. Он подает нам знак своей истории, но оставляет нам свободу толковать этот знак. Он слишком любит нас, чтобы заставлять. и потому что он нас любит, он дает нам право на сомнение. Этот выбор, который он оставляет за нами, и есть обратная сторона его тайны. Меня всегда смущают эти речи, но никогда не убеждают. Знаки рыбы множатся на песке и в пыли Палестины. Паломники рисуют их, концом посоха сломно изображает тайный пароль их растущего сообщества. Мои шпионы докладывают мне, что сторонники Иисуса нашли себе имя. Христиане ученики Христа, того, кто был помазан Богом. Отныне они носят как подвеску на груди крест. Новый символ их братства. Я вздрогнул, услышав об этой странности, что за варварская мысль, почему не виселица, топор, кинжал, как они думают собрать верующих вокруг наименее славного и наиболее унизительного эпизода в жизни Иисуса. я сказала об этом Клавдии, она сразу задумалась, а потом сказала. Их рассуждения логичны. Даже если сам знак ужасен, то именно на кресте Иисус явил нам главное. Если Он дал себя распять, то только из любви к людям о воскрес, чтобы показать, что любовь всегда права и что надо в любых обстоятельствах, даже если тебе не верят, иметь мужество любить. Мой дорогой брат, я не хочу доли досаждать тебе своими размышлениями и сомнениями. Вскоре, когда мы высадимся в Риме, у нас будет время обсудить все это. Быть может, во время плавания все мои мысли исчезнут сами собой, и я, ступив на набережную Ости, пойму, что они остались в Палестине. Быть может, христианство, эта еврейская история растворится в нашем море, или эти мысли последуют за мной, кому ведомы пути мыслей, храни здоровье. Постскриптум сегодня утром, я сказал Клавдии, которая называет себя, тебе это надо знать, христианкой, что всегда будет лишь одно поколение христиан, тех, кто видел Иисуса воскресшим. Эта вера угаснет вместе с ними, с первым поколением, когда закроют веки последнего старика, в чьей памяти будут храниться лицо и голос живого Иисуса. Я никогда не стану христианином, Клавдия, ибо я ничего не видел, я все упустил, я прибыл слишком поздно. Если бы я хотел верить, то должен был бы поверить свидетельствам других. Быть может, поверив им, ты станешь первым истинным христианином? Ты станешь